Это ещё что за новый персонаж такой? Нифига не понял, но очень интересно! И давай посмотрим, что же он у нас такого натворил! Съел шоколадку в Майнкрафте! А что в этом такого? Ну у меня вот тоже шоколадка есть! И что, меня теперь за это в ад что ли отправлять? Нет? Плюс пять? Этой шоколадкой оказался Лёня! Прям настолько? А это что вообще за чувак? Он у Владуса что ли снимался? С какого фига он съел Лёню? По-любому ты отправляешься в ад! Держал весь город в страхе! Да ну тебе нафиг! Ты что вообще жучара какой-то? Его по-любому нужно в ад отправлять! А то он какой-то максимально офигевший! Ещё минус десять! Я конечно смотрю некоторые видосики у Владуса! Но вот такого чубакабру я ещё ни разу не видел! Если ты знаешь, что это за монстр такой! Напиши мне пожалуйста в комментариях! Какое-то максимально странное мусорное ведро! А у нас новенький видосик по стимулятору Бога! Где сегодня мы с тобой будем решать, кого отправлять в рай! А кого отправлять в ад! Но прежде чем мы начнём судить вот этого бородатого чувака, я думаю, что ты должен взять и поставить лайкосик на это видео! Поставь его пожалуйста, если тебе не сложно! А у нас опять без картинки! Парковался перед соседскими воротами! Ну, я на самом деле думаю, что это не особо критично, поэтому пусть будет минус два! Живал с открытым ртом! Ну а здесь вроде тоже ничего плохого нету! Ну ладно, пусть будет минус один! Спал в носках! Да здесь он вообще никому не мешал! Это его дело! Как ему спать? В носках или без носок? Пусть будет вообще плюс пять! Чувак, ты ничего плохого не сделал, поэтому ты, конечно же, отправляешься в рай! Меня зовут доктор Хоум! Как видишь, я доктор! Ну, чувак, если бы ты был доктором, ты был бы как минимум в каком-нибудь халате! Ты что, меня обмануть пытаешься? И детектор лжи говорит, что походу ты говоришь правду? Я спас много жизней! Ну, вроде как ты меня всё ещё не обманываешь, но ты какой-то странный! Я хорошо обращаюсь с пациентами и коллегами! А здесь наш детектор показывает, что ты нас пытаешься чуточку обмануть! Это ложь! Ладно, иногда я бываю груб, и я не высмеиваю чужие верования! Кого ты пытаешься обмануть? Ты вообще дурак, что ли? Это, конечно же, ложь! Да, я высмею глупое верование! Иногда я унижаю пациентов! Это, конечно, очень плохо, но хорошо, что ты нам хотя бы говоришь правду! Я не нарушаю личный границ моих пациентов! Ты просто посмотри на детектор! Он вообще зашкаливает! Хорошая, конечно, у тебя была попытка, но у тебя ничего не получилось! Мы тебя вычислили! То есть ты, получается, врач, который ещё и над пациентами издевается, да? Ну, я думаю, то, что можно, конечно, его в рай отправить, но ну его нафиг! Он вообще на врача не похож! Поэтому, чувак, вали в ад! Нифига себе! Мы, походу, сейчас вообще будем судить какого-то короля! Да ну нафиг! При нём люди жили в мире и довольстве! Это, конечно же, хорошо! Ты был хорошим королём, я так понимаю! Плюс восемь! Приказал убить несколько сыновей и внуков, которых подозревал в заговоре против него! Ну, с одной стороны, он пытался себя защитить, чтобы его никто не кокнул! Но, возможно, он ведь ошибался! И прям так сразу же их убивать! Но я думаю, что это перебор! Тем более, что это твои дети, блин! Минус пять! Раскаявшись, раздал по пять кост, три коровы и два огнёнка всем семьям в Османской империи! Ну, это хороший поступок! Плюс шесть! То есть, по сути, ты был хорошим королём, но из-за тебя пострадало несколько твоих же детей! Он их просто убил! И чё мы будем с ним решать? Куда мы его отправим? В рай? Или же в ад? Вот я не знаю, у меня на самом деле очень такой открытый вопрос, а что бы ты сделал на моём месте? Куда бы ты его отправил? В ад или в рай? От рай, от рай... Ладно, иди в рай, пофиг! Конечно, может быть такое, что я об этом пожалею! Я судья, и судить меня может только Бог! Мне кажется, ты чё-то перепутала! Вообще-то здесь я судья, и я решаю, кого отправлять в рай, а кого в ад! И сейчас мы с тобой посмотрим! У меня есть такое прическое, что ты какая-то несправедливая судья! Вы мне говорили, я построил успешную карьеру! Ну вот, признайся честно, ты же иногда выносишь вердикты не по совести, а по чьей-то указке! Да блин, у неё пульс всё меньше и меньше! То есть я, походу, всё-таки немножко накосячил! Надо было другие ответы выбирать! Неправда, мне никто не указ! Я, конечно, могу выбрать вариант ответа за 500 колечек, но я как-то их тратить особо не хочу! Ну хотя у меня и так 7,5 косарей! Ладно, ты принимаешь взятки от богачей! И смотри сразу, как у неё пульс вырос! У меня есть право хранить молчание! Да-да-да, у тебя, конечно же, есть такое право! Но сейчас ты нам всё расскажешь! Блин, я немного не успел прочитать последнюю фразу, и я не понял, что она там сказала! Но я так понял то, что она немножечко неправильно судила! То есть ты судья, тебя люди доверяют, а ты их просто обманываешь! Конечно же, ты отправляешься в ад! Это вообще непростительно! У нас, между прочим, уже сотый уровень в этой игре! И у нас судить знаменитость! А это кто? Какой-то Пикассо, что ли? Мне интересно, что же он отделал, поэтому давай посмотрим рекламу! Ну что ж, чувачок, давай будем с тобой разбираться! Эм, а можно, пожалуйста, на русском написать? Ну я так понял то, что он просто продавал эту башню обычным гражданам! Чувак, ты что, фонарил, что ли? Она вообще-то не твоя, она государственная, минус пять! А здесь какие-то вообще сложные слова! Ну короче, сейчас я поставлю минус пять, но не тебе, а игре! Потому что она меня заскабила! Походу, его посадили в тюрьму, и он там давал какие-то лекции! Ну, надеюсь, то, что лекции были хорошие! И вот что мне с ним делать? Я не понял, он хорошо сделал или плохо? Там все надписи были на английском! Ладно, чувак, всё-таки ты был не виноват, это меня игра заскабила, поэтому давай я тебя отправлю в рай! Ну можно так, пожалуйста, больше не делать! Капец, я прямо сейчас прохожу 101 уровень, сколько видосов я уже по этой игре записал! Но если ты хочешь, чтобы видосиков было ещё больше, обязательно поставь лайк на это видео, и не забудь, конечно же, подписаться на канал! Просто проверь, каким цветом у тебя кнопка подписаться! Если красное, то это нужно срочно исправить! Так, а сейчас мне нужно выбрать, кого отправить в рай, а кого в рай? И как я выберу? Я вообще этих чуваков не знаю! Ну ладно, давай, раз у тебя синие волосы, то отправляйся в рай! Возможно, это, конечно, было немного зря! Так, а здесь у нас две девочки! И вот этот с маской, мне кажется, выглядит немного подобрее, давай её в рай отправим! Ну здесь, я думаю, выбор очевиден! Конечно же, мы Таноса отправим в рай! Ага, вы что, дураки, что ли? Таноса в ад нужно отправлять! Он вообще-то весь мир уничтожил! Вот этот чувак намного больше похож на доктора! В отличие от того, который до этого у нас был пару уровней назад! Там вообще, блин, бомжара какой-то был! Придумал средство для прекращения жизни в случае неизлечимой болезни! Чего? Средство для прекращения жизни? Ты же, вроде как, врач! Ты должен, наоборот, лечить, а не убивать! Какой-то он вообще кокнутый минус 7! Из-за этого средства удвоилось количество суицидов! Тем более, минус 10! Он вообще какой-то дурак! Был подписан на семейство Кардашьян в инстаграме! Ну не знаю, а здесь вроде ничего плохого-то и нету! Он же просто на них подписан и смотрел, как бы, их фоточки, всякие видосики! Я думаю, в этом ничего плохого нету! Пусть будет плюс 6! Но, чувак, ты же, как бы, понимаешь, что из-за тебя очень много людей кокнулось! Поэтому, ну, как бы, да, тут без вариантов! Меня зовут Юлий Цезарь и я римский император! Ну да, по тебе видно, что ты римский император! Ты, конечно же, нам говоришь правду! Я стал правителем по праву рождения! Я, если что, в истории сам не силён, но этот чувачок явно пытается нас обмануть! Я это вижу под детектор лжи! Он опять у нас начинает зашкаливать! И это, конечно же, ложь! Ладно, это не так! Сначала меня избрали! Став консулом, я честно работал на благо Римской Республики! Ну ладно, это вроде бы правда! Я храбро сражался в Гальской войне! Да и здесь ты вроде нас не пытаешься обмануть! Я соглашался со всеми решениями Сената! Ну, чуваки, вы подключены к детектору лжи! Зачем вы вообще пытаетесь обмануть нас? Это же ложь, конечно же! Ну да, я даже не слушал этих маразматиков! Я посвятил всю жизнь служению Республики! Ты кого обмануть пытаешься? Это нифигашеньки не так! Чувак, это ложь! Ладно, я хотел стать императором! Ну, Молодец! Я тебя поздравляю! А чё это у нас, кстати, за кнопки за такие интересные? А что, если его заморозить? Я, если что, его морозить не хотел! Я просто хотел кнопку затестировать! А-а-а! Вон оно чё! Я не специально! Бар-рабанная дробь! И у нас новая суперзвезда! Гай Юлий Цезарь! Который у нас только что был, которого мы немного заморозили! Ну и давай посмотрим, что же ты у нас ещё такого натворил? Раздавал военные трофеи подданным! Ну, я думаю, что это хорошо, потому что он им раздавал золото! Молодец! Плюс пять! Став императором, убил всех предшественников! Оу, какое у тебя лицо страшное! Чувак, а ты зачем это сделал? Ты же уже и так был императором! Он, походу, боялся, что его с престола свергнут, но, как бы, убивать это нехорошо! Минус семь! Вырезал тысячи человек во время военных походов! Я, конечно, понимаю, что ты завареватель, но это тоже нифига нехорошо! Минус десять! Чувак, возможно, ты был хорошим правителем, и тебя бы нужно отправить в рай! Ну, пошёл-ка ты нафиг! И отправляйся в ад! О? Джерри? А ты-то, блин, что натворил? Походу, прямо сейчас мы с тобой будем судить Джерри! А я вот не знаю, нужно мне это делать или не нужно? Давай мы с тобой просто договоримся! Если на этой видосике наберётся целая куча лайков, то как можно скорее выйти в следующая часть, где мы с тобой посмотрим, что же натворил Джерри? Ну, а если ты смотришь это видео в тот день, когда оно вышло, то, скорее всего, у меня прямо сейчас проходит десятичасовой стримчанский на моём основном канале! В честь того, что у меня накопился один миллион подписчиков! Если что, этот стрим прямо здесь есть? Можешь заходить, привет там в чате написать. О! А я придумал! А давай ты просто напишешь то, что ты пришёл с этого видосика! И я тогда тебе прям отдельный лайк поставлю! Субтитры создавал DimaTorzok